А ты знаешь Хеммлора? Даже убийцы не убивают всех подряд. Предполагаю даже, что им тоже нужны друзья. Что это за Эленор? Эленор – это корабль. Этот корабль принадлежит злейшему пирату Девяти океанов. Его имя – капитан Григориус Эммануэль Стальная Борода. Стальная Борода? Что-то о нем знаешь, кроме имени? Да. Я знаю, что нужно держаться от него подальше. Говорят, что его недавно видели в Харбортауне. Кто знает, что он тут делал? Точно. Как учеба продвигается? Иногда мне кажется, что ей конца никогда не будет, даже если я проживу до ста лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Они падают с неба... Что ты знаешь о Хеммлере? Хеммлер? Сукин сын! Вечно рыскал тут повсюду! Он тебе не нравился? Почти всем покупателям Хеммлера нравился его товар. Но не он сам. Приходилось с ним общаться, если ты хотел получить его товар. Что он продавал? Брюгал. Самокрутки. Цены задирал до небес, а все потому, что знал, что больше ее купить негде. Ты выглядишь недовольным. Да его же убили, представляешь? Так что теперь ни Хеммлера, ни травки. Никто не знает, откуда они пришли. На материке за такие штуки отвалили бы кучу денег. Видел ее очень давно. Я слежу за тобой. А ты знаешь Хеммлера? Конечно, тут у нас народу мало. Здесь трудно не знать кого-то. Какие у вас были дела? Да никаких. Он забрал свой посох и... И что? Ну, разок-другой он продавал людям брюгал. Все знали, что он это делает. Это был самый известный секрет монастыря. Еще там пахнет тухлыми яйцами. Что ты можешь рассказать мне о Хеммлере? Хеммлер? Никогда не знал его. Он пробыл здесь дольше нас и особо не общался с новыми рекрутами. Ты должен знать хоть что-нибудь о нем. Ну, он проводил массу времени на кухне с Арлоком. И? Арлок не из тех, кто много болтает. Но похоже, что этим двоим было о чем поговорить. Впрочем, об этом тебе придется спросить самого Арлока. Умирать не хочется. Но непонятно зачем... Ничего не трогай! Да ну! Говорят, ты пират. Ага. А эта кухня может плавать по морю. Мы ее на гору нарочно затащили, чтобы отремонтировать слегонца. Пираты — известные безжалостные убийцы. Не все. Не все. Кроме того, я так слышал, что Хеммлера не на судне убили. Я всего лишь хочу знать, что тебе известно. Да ничего мне не известно. Тебе доводилось плавать с капитаном «Стальная борода»? Ты тут совсем недавно уже столько вопросов задаешь. Мне ни то, ни другое не нравится. Это все в прошлом. Забудь. Такер говорит, что ты частенько общался с Хеммлером. Да, он сюда регулярно заходил. Большой любитель был хорошей еды. Хорошей еды? Ну да. Если уж так интересно, мы с ним о готовке разговаривали. Похлебки, супы, выпечка, мясо. Хеммлер хотел в повара податься. И что, хочешь мне сказать, что вы тут рецептами обменивались? Верь во что хочешь. Как-то ты подозрительно себя ведешь. А ты себя ведешь, как наглый болтун. Я хочу докопаться до правды. А выглядит это так. Ты пират. Пират, чей нож стал орудием убийства. Это ж не значит, что я убил. Для большинства людей этого достаточно, чтобы отправить тебя на виселицу. Так что думай. Или ты мне помогаешь выяснить, как все было на самом деле. Или изображаешь крутого и будешь вздернут. Якорь мне в задницу. Я ж просто кок, а не пират какой-нибудь долбанный. Столько лет коком был, решил тут-то сесть и вот на тебе хрень какая. Хеммлер был кретином. Он влип кое во что, а я пытался ему помочь. Внимательно слушаю. Он что-то забирал с кладбища. Он с кем-то встречался по ночам. Прокручивал сделки, зарабатывал. Он думал, что немного золота. И он теперь важный человек. Имя Арлок. С кем работал Хеммлер? Он так и не рассказал. Мне-то какое дело до его секретов. Могу тебе рассказать о его любимой еде. А вот с кем он делавил, понятия не имею. Мог бы сразу мне все рассказать. Все куда проще было бы. Правда? Мне очень надо выбраться из этого места. Стой там, брат. На посту стоишь? Тебе нельзя на кладбище. Пожалуйста, вернись к учебе. Почему я не могу пройти на кладбище? Здесь хранятся артефакты из храмов. Инквизитор не хочет, чтобы к ним прикасались. Кроме того, некоторые из них опасны. Опасны? Чем это? Артефакты найдены в руинах храма. Кто знает, какая древняя магия в них заключена. Ради твоей же безопасности тебе лучше уйти. Я ищу партнера Хеммлера. Партнера? Думаешь, он был? Ну, в смысле... С кем-то из послушников. Нет. Он распространял травку. Брюгл. Ох, но я не был его партнером. Это точно не я. Если ты это хотел узнать. Я слышал, Хеммлор постоянно приходил на кладбище. Что ты знаешь об этом? Он бывал здесь. Так же, как и многие другие. С кем Хеммлор здесь встречался? Без понятия. Ты наверняка что-то видел. Было темно. Что я мог увидеть? Было темно? Значит, кто-то приходил. И причем ночью. Что еще? Ничего. Хеммлор приходил сюда ночью. Вот и все. Ты не оставишь меня без работы. Ты ужасный привратник. Ты знаешь об этом? Я стою здесь днем и ночью, пока ноги не отвалятся. А ты меня оскорбляешь. Не важно, льет проливной дождь или у меня яйца от холода отваливаются. Я стою здесь. Это моя работа. Если ты проделал свою работу, ты знаешь, кто прошел внутрь? Никто. Если бы я всех пускал, то уже давно бы ворошил навозные кучи. Так что поясняю. Я никого сюда не пускал. Ты лишишься работы, если я поговорю с мастерами, и им придется сюда прийти. Вот что. Ты берешь взятки и закрываешь глаза на то, что происходит на кладбище. Ты ничего не докажешь. Я же вижу, что ты кругом виноват. Я попался. Так? Ты должен замолвить за меня словечко перед мастерами. Расскажи, что знаешь о Хеммлере? Хеммлер постоянно ходил на кладбище. Он встречался здесь с кем-то. С кем? Я не знаю. Честно. Хеммлер всегда давал мне травы, чтобы я смотрел в другую сторону. Я так и делал. Знаешь, как паршиво быть стражником? Единственное, что могу сказать, он встречался с кем-то из послушников. Это все, что я мог разглядеть. Взгляни на этот список. Но я ничего не видел. Я же сказал. Это мог быть любой из послушников. Подумай хорошо. Ну, можешь вычеркнуть Энцо. Я бы его узнал. Помешан на свитках и учебе. Ходит так, будто его метлой погоняют. Это не он. Другие? Может быть. Не знаю. Пропусти меня. Нет, ни за что. Тебя невозможно убедить? Не. Я... Ты и говорил с Арлоком. Арлок? Повар? Я целый день ничего не ел. И что? Я-то тут при чем? Принеси мне рагу. Я закрою глаза на то, что ты туда прогуляешься. Вот. Мясо для голодного стражника. Но оно холодное. Ты хочешь его или нет? Да, я его хочу. Ладно, можешь пойти посмотреть. Только никому не говори. И чтоб тебя никто не заметил. Держись подальше от склепа. И во имя огня ничего не трогай. Спокойся с миром. Чья это могила? Здесь что-то есть. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Текст имеет отношение к магии. Дима Торзок Как страж, ты должен оставаться сосредоточенным. Это точно. Если не будешь держать ухо востро, люди попытаются провернуть всякие подозрительные дела. Это тяжело, но я всегда на чеку. Часы скуки. И все это ради одного волнующего момента, а? Я кое-что узнал о компаньоне Хэммлора. Что? Хэммлор тайком встречался с кем-то. С одним послушником. Хм, значит, можно исключить Арлока, Такера и Карлсона. Что ты еще знаешь? Энсо не был партнером Хэммлора. У меня есть свидетель, который это подтверждает. Таким образом, нам остаются только Эш и Тейлор. Что ты можешь о них рассказать? Я раньше особо об этом не думал. Но Хэммлор и Тейлор часто ссорились. Понятия не имею, почему. Возможно, это было связано с их бизнесом. И ты мне говоришь об этом только сейчас? Тебе не казалось, что это может быть важно? Эй, успокойся. Я же говорю, что особо не думал об этом. Потасовки периодически случаются. Говорят, ты шастаешь по ночам вокруг кладбища. Кто говорит? Там ты встречался со своим компаньоном Хэммлором. Это неправда. У меня там испытание было. Ты ошибаешься. Тебе стоит допросить Тейлора. Он всегда ругался с Хэммлором. Мне говорили, что вы с Хэммлором часто ссорились. Ты что хочешь сказать? Что я его убил? Да я его пальцем не тронул. Тебя видели на кладбище в ночь его убийства. И что? Это кажется мне подозрительным. Проклятый Хэммлор. Даже будучи мертвым, он отравляет мою жизнь. Просто скажи мне все, что знаешь. Ладно, я видел Хэммлора на кладбище. Он всегда ходил туда поздно ночью. Ходили слухи, что он прячет там свое золото в одной из могил. Но выяснилось, что он там с кем-то встречался. Я не видел лиц. А как ты там оказался? Этот ублюдок заломил мне бешеную цену за брюгал. Он знал, что мне нужна травка и знал, что я боюсь, что меня поймают. Я хотел ему отплатить. И ты убил его? Нет, я надеялся узнать, правда ли, что он там прячет золото. И я пошел за ним. Но он просто встретился с кем-то, а потом ушел. Вернулся к себе в комнату, а его таинственный приятель скрылся в верхней части монастыря. В верхней части? Естественно. Я же не мог пойти за ним. Мне туда нельзя. Давай немного с тобой поболтаем, а? О чем? Я ничего ни о чем не знаю. Я знаю, что ты поставлял травку Хеммлеру. Это ложь. Ты единственный из послушников, кто имеет доступ к верхней части монастыря и кладбищу. И что? Что это доказывает, а? И у меня есть свидетель. Ты продолжаешь лгать, чем только ухудшаешь ситуацию. Но я могу тебе помочь. Ладно, ладно. Это я добывал брюгл для Хеммлера. Но я не убивал его. Клянусь. Но ты что-то об этом знаешь. Я знаю только, что Хеммлеру угрожали. Возможно, он перешел кому-то дорогу. Кто угрожал Хеммлеру? Ха, без понятия. Даже гадать не хочу. Я ведь не воришку ищу, стащившего миску каши. Хеммлер мертв. Я ищу убийцу, Эш. Ты хочешь знать, кто убил Хеммлера? Ты действительно хочешь это узнать? Как ты думаешь, зачем я здесь? Тогда сам продавай брюгл. Тот, кто убил Хеммлера, придет из-за тобой. Ты хочешь помочь мне? Или жаждешь моей смерти? Ладно, давай сюда брюгл. Не могу поверить, что я так просто отдаю свое имущество. Вот пакет. Внутри осталось десяток самокруток. Тебе нужно продать или раздать достаточно, чтобы стало ясно, что ты новый торговец. Да, и еще одно. Хеммлер продавал свой товар по 50 золотых за самокрутку. Советую торговать по той же цене, чтобы не было неприятностей. Хочешь покурить? Я отдал их тебе. И я больше ни разу в жизни не притронусь к этому размягчителю мозгов. Что мне делать, когда я все продам? Делай, что хочешь. Можешь подождать и посмотреть, не появится ли убийца. Как хочешь. Если тебе повезет, они могут поговорить. А может, просто разберутся с тобой. Как с Хеммлером? Это случится, когда ты будешь спать или принимать ванну. В любой момент, когда ты потеряешь бдительность. Так бы сделал я. Только это был не я, понятно? Мне нужно кое-что узнать про главные ворота. Когда их откроют? Я слышал, это зависит от тебя. Простая речь полезна. Но кое-кто может счесть ее грубой. Ладно, так или иначе, мастер Палас откроет для тебя ворота. Я прочел все книги. Неужели? Тогда ты вспомнишь название второй из прочитанных тобой книг, правда? Раскрыть обман легко. Куда сложнее найти истину. Вот твоя мудрость, Боя. Ого, ты ее нашел. Похоже, что так. Ищи и обрящешь. Великолепно. Я у тебя в долгу. Продолжение следует. Продолжение следует. Этот кристалл излучает какую-то страну... Как же ты создаешь свитки? Тут явно замешана магия. Интересно. Это невозможно. Тут явно замешана магия. Маг переносит себя в подвешенное состояние. Пока его концентрация действует, он перемещается лишь усилием мысли. Можно даже подняться в высоту. Хотя это требует еще больше концентрации. Лучше начать сначала. Сработало. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...